В сторону поля И вот теперь город, давший нашему футболу Олега Тарана и Николая Федоренко, вновь бросился в гонку за медалями чемпионата, который не выигрывал 7 лет Вы знаете, что у нас в городе много изменений происходит, появился молодой амбициозный мэр Шаповал Александр Николаевич, который перестраивает не только весь город, у нас очень красивый город стал, все люди приезжают и просто не могут поверить, что то, что у нас было и то, что сейчас, это просто маленькая Европа, скажем так И естественно, как он любит город и так же любит спорт, поэтому решил помочь футболу и достойное финансирование в его лице, поэтому нашлись возможности собрать хороших футболистов и ставим задачи, идем к ним Готовились как и ко всем командам, мы в принципе готовимся ко всем одинаково, просматривали какие игры, посмотрели, мы знали, что команда такая неуступчивая, довольно-таки неплохого уровня до чемпионата области, не очень в этом году прибавили Ну, они на третьем месте, если обыграем, на пять вичей отрываемся, все понятно, ясно, выиграем, все отлично, проиграем, нет Ничья по большому счету устраивали? Нет, в области у нас нет такого понятия на ничью сейчас, ВПК уехала в профессиональный футбол, мы должны быть лидерами, в каждой игре У нас в каждой игре стоит задача побеждать, поэтому ехали мы только играть на победу, но знали, что Скоруг не зря находится на первом месте, команда крепкая, команда атакующая, поэтому простой игры мы здесь и не ждали Игра действительно вышла непростой для обеих команд, гости построили игру на контратаках, отрядив вперед резкого Артема Стояновича, при этом вся игра у них шла через опытнейшего Эдуарда Кулика, без преуменьшения настоящей легенды отечественного футзала, который на аматорском уровне показывает свой класс и на больших полях При этом тамаковцы все равно действовали явно острее, хорошие моменты для взятия ворот были у Артема Переборы и Егора Швеца, но переиграть голкипера Авангарда им никак не удавалось Знали, что будет тяжело, но я говорил ребятам, что на первый план должна выйти реализация, если мы забили бы в первом тайме те моменты, которые у нас были, я думаю, игра бы совсем по-другому сложилась То, что мы ожидали, что команда будет играть на контратаках, и они это неплохо делают, как мы видели с другими командами, неплохо выскакивают, сразу же стараются искать нападающих, забрасывать за спину защитникам, нападающие врываются, то есть мы это в принципе предполагали Но у нас не было выхода, мы должны были играть первым номером, и мы стараемся это делать в последних играх, потому что нам нужен результат Мало что изменилось на поле и во втором тайме Скорук больше атаковал, имел несколько убойных моментов, но так и не довел их до логического завершения В свою очередь и Авангард несколько раз серьезно потревожил владение Аумара Шоя, игравшего в этот вечер очень надежно Во втором тайме вы тоже видели, было очень много моментов, я не знаю, нам надо или в церковь сходить, или в бабки какой-то съездить Потому что, ну, очень много моментов создали и не забили, причем моменты, можно сказать, 100% Хотя надо отдать должное, конечно же, команде Авангард, у них тоже было пару очень опасных моментов, раз они в штангу попали на контратаке И вот когда до окончания матча оставалось уже чуть более 10 минут, хозяева взорвались от счастья Это Игорь Прокурор вынес приговор Авангарду, выстрелив из-за предела штрафной точно в девятку Как говорят, такие не берутся Ну, удар, насколько он сам для тебя сложный? Да, как обычно, каждая игру такую забивает Ничего нового Поднимите архивы, все будет ясно Мы рисковали, в конце уже сделали, подсели, поджали команду То есть были у нас свободные зоны, куда могли их нападающие ворваться Ну, в принципе, молодцы Спасибо ребятам, они сегодня выложились И в таких играх, я говорил из энергии, сегодня говорю В таких играх проверяется дух команды И, наверное, тяжелее всего играть с такими боевыми командами, как Рженикидзе и как Энергия В итоге Скороку удалось довести матч до тяжелейшей победы в игре с конкурентом Добав крайне важные три очка Ну, как показала игра, в принципе, была равная игра Просто и у нас моменты были, которые мы не реализовали У них были моменты Ну, так получилось, что у них нашелся игрок, который издали Так попал нам дальнюю девять Ну, это очень красивый гол, поэтому команда победила заслуженно Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова